Теперь сразу возникает вопрос, как же наполняться? Вот смотрите, в обычном состоянии жизни мы всегда думаем только о себе. В общем, человек говорит, Олег Геннадьевич, можно задать вопрос? Он говорит, я, мне, я, мне. В это время. Это нормально. Я не против этого. Я просто говорю, что некоторые люди, очень мало, но есть такие, они тянут руку, я их спрашиваю, они стоят и говорят, у меня есть много проблем, но я хочу сказать спасибо вам за все. И больше ничего. И садятся. Теперь, это не значит, что вы так сейчас должны делать. Нет, это искусственно не сделаешь. Я говорю вам о том, что у людей есть два состояния сознания. В одном состоянии сознания человек побеждает судьбу, а в другом он всегда остается побежденным. Человек может победить судьбу тогда, когда он отвлекается от своей судьбы, когда он начинает наполняться энергией счастья, идущей откуда-то, и забывает про себя. А еще больше, когда он этой энергией служит, этому счастью, тогда все в его жизни начинает меняться к лучшему само. Потому что счастье знает, куда идти, нам не надо обязательно переживать о ребенке. Счастье ко мне зашло внутрь, куда оно пойдет? Конечно же, пойдет к ребенку. Потому что там дефицит. Это все само собой происходит. Поэтому мама и не печалится, когда у нее ребенок не так сильно болеет, что у ней хватает сил. Она не печалится, потому что счастья хватает для него. Оно наполняется, он наполняется счастьем и так. Печаль возникает, когда не хватает. И люди в этот момент не знают, что делать. Почему они не знают, что делать? Потому что у них нет знания, что делать. Надо в этот момент забыть про себя. Этот путь неведом. Все люди идут куда? Они идут за любовью, за счастьем. Они пытаются получить себе все в жизни. Получить хорошую семью, получить хорошее образование. А идти за Богом следом, ну как бы непонятно, зачем. Что я от этого получу? Ну то есть человек не понимает, идеи у него нет. Потому что он не знает, что главная проблема в нашей жизни — это не нехватка мужа, нехватка работы. Это не проблема. Это следствие. У нас главная проблема заключается в том, что у нас недостаточно света внутри, чтобы это все иметь. Мы недостаточно освещенные изнутри. У нас не хватает этой энергии, которая бы дала мне возможности в жизни эти все иметь. Причем человек, который это имеет, он даже и не думает об этих возможностях. Они сами по жизни к нему приходят, само собой. Он не сильно об этом беспокоится. Главная проблема заключается в том, что мы так сильно прикованы к себе, то есть мотивированы страхом так сильно в жизни, что мы не можем начать мотивироваться любовью и начать отдавать себя. Это очень сложно сделать. Тем более, что ты не можешь отдавать себя, если у тебя там ничего нету. Не хватает на себя даже сил. Как себя отдавать? Поэтому человек и должен полюбить то, что даст ему взамен силы. Когда человек любит природу, она ему всегда взамен силы дает. Когда человек людей в целом любит, они ему всегда силы дают. Меня спросила журналистка вчера на телевидении, которой я давал интервью. Кстати, по закону судьбы, ему не суждено было этому интервью раньше, чем закончатся лекции, как бы включиться. И так наша судьба сейчас действует с благовестом. И журналистка спросила, откуда силы три часа читать лекции? Ну как вы думаете, откуда? Ну так, навскидку. А? Не, не душа. Откуда силы? От вас. От вас силы. В ваших глазах эти силы накоются. Ваша доброта, ваша любовь. Вы даете мне эти силы, вы сами. Ваша любовь дает мне силы читать лекции. Иначе какие будут силы? Если кто-то недоволен во время лекции, то он говорит, мне не нравятся твои лекции. Я сразу, ну, сил нет, я сразу плохо становится. Силы исходят только извне. Изнутри у нас очень мало сил. Мы очень ограничены. Надо сначала отдать себя Богу, а потом людям. Наполниться этой силой, отдавать себя людям. А люди будут возвращать назад, и это бесконечно. То есть человек будет всегда счастливым, будет всегда успешным, всегда наполненным. Потому что в этом заключается смысл человеческой жизни. А стресс означает, что мы не тому себя отдали. Почему стресс-то возникает? Потому что мы не получаем этой энергии, веры, назад, силу вот эту не получаем для того, чтобы жить вот этой сильной, полноценной жизнью, которой должен жить человек. И вот это все. Спасибо.